Так, наконец, видео, которое мы все так долго ждали, все гадали, есть этот коронавирус или нету, миф это или реальность, заговор или прочая фигня, так вот, коронавирус есть, все ждали, когда заболеет кто-то из знакомых, 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 познакомьтесь, это Алмазик. Всем привет, я нормально, сейчас хорошо. Мне за все это время очень хотелось узнать, как действительно протекает болезнь, потому что не было ни одного трушного такого видео, где настоящий человек рассказывает о том, как он переживал эту болезнь и какую медицинскую помощь ему оказывали. С этим я согласен. Вот Алмаз. Алмаз на данный момент находится в Москве. Когда тебе стало плохо? Мне стало, получается, плохо 17 апреля вечером. Вот я на студии сидел, у меня начала кружиться голова, меня стало морозить, ну и я решил пойти домой. Йо-йо-йо. С 17 числа плохо, как ты это почувствовал? У тебя была какая-то ломота в теле, кашель, насморк, сопли? Нет, у меня с 17 вечера у меня, получается, начала кружиться голова. Просто, ну, знаешь, такое ощущение бывает, что голова чуть-чуть покруживается, как будто так, и, ну, потихонечку начинает кружиться, и меня начало морозить. Ну, проблемы, безусловно, существуют. Ты пришел домой и лег спать? Да. На утро ты проснулся. Как ты себя чувствовал? На утро я проснулся и, честно сказать, потерял маму просто. Я почувствовал себя отвратительно очень. Ты чувствовал запахи? Нет, запахи не чувствовал. То есть Нюк потерялся, обаяние вообще. Я ничего не чувствовал, никаких запахов. Даже запах шампуня. То есть у тебя не было насморка, но при этом запахов ты ничего не чувствовал? У меня был насморк, был насморк у меня. Правда? У меня не только насморк был. Да, кашель был. А что, кроме кашля, тебя беспокоило больше всего? Ну, больше всего меня беспокоили именно головные боли. То есть у меня очень болела голова у меня. Именно вот эта вот часть передняя, она у меня прям раскалывалась. То есть я не мог поднять глаза. Лучше не трогать. Если я поднимаю глаза, у меня просто-напросто адские боли в голове происходили сразу же. Вот так вот. Сколько ты в таком состоянии проходил? Ну, в таком состоянии... Я пролежал, я ходить не мог, потому что когда я вставал, у меня сразу же такое ощущение, как будто по голове удар происходит, и как будто мозг трясется. Вот такое ощущение у меня было. Чтобы все понимали, Аслан занимается ММА, да? Ну, сейчас, да, ММА раньше-тайским. И когда его бьют по голове, обычно он стоит и сопротивляется. А тут ты лежал. Да. Ты когда-нибудь болел? Чтобы тебе было прям настолько плохо, как вот 18-го числа? Если честно, нет. Нет, такого не было. Прямо, чтобы настолько, настолько прям, чтобы так все было. Я просто реально уже... 21-го числа я думал, что я умру. Потому что такие боли... Получается, 18-го числа. Ты до 21-го ждал, ты 18-го числа ничего не предпринял? Почему? Я звонил, я звонил в этот, по номеру 102, получается, медицинскую скорую помощь. В общем-то, когда дозвонился, они меня... Скорую звонили? Да. Вот. Что ты сказал при стиле? Я им позвонил, я им объясняю то, что мне плохо, то, что хотелось бы, чтобы они приехали, бригада скорой помощи, и мне как-то помогли. Вот. Они меня спросили фамилия, имя, отчество, адрес туда-сюда, гражданин ли я России. Я это все сказал, то, что да, являюсь гражданином России, то, что получается, ну, как будто мне было... Приехала скорая? Нет, не приехала. Они меня отправили, короче, по местожительству в поликлинику. Ну, проблемы, безусловно, существуют. Я звоню в поликлинику по местожительству, там говорят, ну, уже поздно по времени, мы сегодня не придем, завтра дежурный врач по вашему району, кто курирует ваш район, он, типа, завтра к вам придет. Я такой, сегодня вопрос в 9 утра, я такой, хорошо, жду, получается, 18-го числа, а уже, получается, 19-го я жду в 9 часов, в 10 уже, ну, ближе к 11-й звоню, я такой, алё, здравствуйте, такое ощущение, ну, так-то вы говорили, то, что врач придет в 9, и все. Но в итоге, ой, вы у нас даже как не записаны. Ну, проблемы, безусловно, существуют. Это уже было 19-е число, ты все, весь день 18-й проходил с этой жуткой болью. Тебе 19-го стало легче? Нет, мне так же было плохо, просто плохо и все. То же самое, прям, ощущение было, только уже, видишь, организм, и мое тело привыкло к этой боли, поэтому уже не так сильно, ну, как бы сказать, не так сильно страдал, что ли я, наверное, психологически не так сильно страдал, потому что уже привык, я уже свыкся с этой боли, человек привыкает ко всему, и все. То есть все то же самое было, только я вот не привык. И в 9 утра они не приехали, а вы вообще в этот день с 19-го приехали? В течение дня, да, он приехал, дежурный врач домой ко мне. Раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить и скупить. Он написал тебе, дал направление на сдачу анализа коронавируса или что? Нет, нет, нет. А что он сказал? Получается, он приехал, заходит такой, говорит, дайте, пожалуйста, у вас страховой полис и паспорт. Я ему дарю, он там бланк свой какой-то заполняет. Я говорю, мне больничный дадите, он говорит, да, я дам, только я его забыл с собой взять и принесу на днях. Правда? Ну иди, все, свободен. А потом говорит, поднимите футболку, поверните спину, я повернулся, он там начал слушать мое дыхание. Вот, и, в общем-то, послушал, говорит, ну, говорит, нарушение, говорит, вроде бы, как, говорит, не чувствуется, типа, ну, типа, что дышь, ну, типа, через легкий дышь нормально. А ты дышал перед рот, тебе было нормально дышать? Ну, через нос мне было тяжело дышать, а вот через рот, как бы, я мог дышать вот так. Но все равно, так ощущение, как бы, дыхания немножко не хватало, было такое ощущение. Или, может, это самообман, или я сам себя обманывал. Ты задыхаешься, или что? Ну, я не задыхался, но так, знаешь, чуть-чуть, как будто не до конца, не до конца, как будто в легкий воздух набирал. Такое ощущение было. Не хватает кислорода. Дышишь, надышаться не можешь? Не, не то, что прям надышаться не могу, я дискомфорт чувствовал. То есть, вот как сейчас дышу, да, я без проблем дышу. Я не замечаю то, что я дышу. А тогда я замечал то, что я дышу. Ну, то есть, у меня, скажем так, был акцент на внимание поставлен на то, что, как сказать, немножко, как будто я не добираю воздух. Послушали, посмотрели. После этого тебе написали какой-то рецепт? Нет, я ему показываю лекарство, я говорю, нормальное лекарство. А он сидит, пишет, да, говорит, нормальное. Я говорю, вы же даже не посмотрели на них. Он поднимает голову, смотрит такой, ну да, говорит, нормальное, и все. А что за лекарство? Сейчас покажу у меня вот это. Парацетамол, нет, он ему писал мукалтин. Парацетамол, забивал ты температуру мукалтин от кашля. Ксимилин, да, ксимилин. А кашель сухой был? Если честно, я не разбираюсь в этом, сухой кашель, мокрый кашель, я не понимаю. Ну, то есть, с мокротой он отходил или ты кашлял так, что задыхался? Не-не, с мокротой. И горло пересыхало. С мокротой. Вот, стрэпсус. Ну вот, он посмотрел. Ну, это стандартный набор от ОРВИ. Ну да, да. То есть он написал тебе, что у тебя ОРВИ, тебе там надо пить ромашку и что-нибудь? Да нет, он мне в том-то и дело, что ничего не сделал. Я ему говорю, слушайте, а у меня анализы будут брать на корону? Он такой говорит, о, это будет сложнее. Вот так он мне сказал. Мне ухаживать некогда. Я говорю, в смысле сложнее? Я говорю, вы понимаете, что сейчас пандемия, проблемы происходят в России. Не то, что в России, по всему миру. Я говорю, пандемия. Это, говорю, не шутки. Я говорю, вы понимаете, что я людей подвергаю опасности потенциально? Сидишь, подписываешь кому-нибудь смертный приговор и хохочешь. Кто врач-то сказал? Что тебе делать-то? Он мне сказал. Он тебе укол поставил. Он ничего не поставил. Вообще ничего не сделал. В том-то и проблема. Он ничего не сделал. Но не ставят, да, уколы, чтобы врачи? Ну, что же ты сказал? Я не в курсе, если честно. А, и, кстати говоря, те, кто смотрит это видео и кто тоже столкнулся с коронавирусом, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас проходил этот период, как вы вообще узнали, что у вас коронавирус и кто настоял на сдаче тестов и выписали ли вам вообще какие-то лекарства. Потому что тебе ничего не выписали. Нет. Вообще ничего. Там три проблемы. Это звучит как... То есть он уходил, и я просто не понимаю. То есть он ушел и сказал, ну, все, ушел. Деньги нет, но вы держитесь. Ну, не так прям, не слово-слово, но приблизительно, короче, понимание такое вот и было. А он сказал, когда он еще раз придет к тебе? Он сказал, я, говорит, на днях и зайду к вам, говорит, принесу, говорит, больничный ваш. Вот его слова были. И в итоге вот сейчас уже 2 мая, его до сих пор нет. Он ни разу больше не появлялся в этом доме. Хорошо. То есть 19 число приехал врач, ничего тебе не оставил. Никакой бумажки там. Пейте ромашку. Рекомендации не дал. Сказал, что твои лекарства, ну, тоже сойдут. И сдать анализ на коронавирус ты не можешь, потому что это сложно. Это уже будет сложнее, мне сказать. Классно у нас проходит эпидемия. Пандемия, простите. Хорошо. Ты 19 число, борешься за жизнь. 20-го тебе стало легче? Нет, 20-го мне было всё так же плохо. Что ты делал? Ты ждал этого врача, который не пришёл? Если честно, да, я его ждал. Он сказал, что у меня днях зайдёт. Вот. И получается. Ну, реально, я надеялся на то, что он придёт, он не справится, ничего не произошло. Что ты делал? То есть, ты терпел, то есть, всё это время? Да, я терпел, кстати, 20-го числа. Мне чуть-чуть легче стало уже под вечер. Чуть-чуть, вроде как, понимаешь, ну, то есть, уже, я, короче, начал обезболы прям хавать, вот, по два пенталгина за раз, короче, всё, и мне стало легче. Мне тоже легче, я, короче, ну, стал заторможенный, может, какой-то тяжёлый, но факт в том, что, как бы, там, сказать, ну, я, то есть, боль заглушённая была уже, то есть, не остро, я её заглушил. Ты не чувствовал, но она была тупая. Да, тупая. Понятно. И как ты с этим боролся? Ты решил пережидать? Да, я думал, короче, всё, ложусь спать, думаю, если завтра утром будет легче. А, ладно, не буду здесь говорить, что я сделал, ну, ладно. Ну, в общем-то, короче, я заказал. Что ты сделал? Я вечером 20-го числа, короче, заказываю себе курьерской доставкой пива, короче, приезжает пиво, сижу, выпиваю, думаю, ну, всё, мне полегче. Уже начал бой с тенью делать. А потом, короче, 21-го просыпаюсь, адской болью, ещё более жёсткой, я такой думаю, да ну нафиг, что со мной происходит? Ты жучишка. И что? И 21-го числа. Вот, я звоню в скорую, говорю, что мне просто нереально плохо у меня, потому что я думал, что у меня реально мозг оторвётся, короче говоря. Мозг, у меня дыхание, всё, прям температура, жар, и у меня давление херачивает, прям всё вместе, как напало на меня, всё вместе. И всё, приезжает скорая, они, получается, у меня проверяют давление, температуру, потом, получается, нас по всём. Берут анализы? Нет, не берут анализы, не берут. В общем-то, они мне какой-то в лупи долг колят, короче говоря, по Вене. И всё, и мне становится легче, чуть-чуть. Вот. И они уезжают, и я ближе к вечеру чувствую, что... Подожди, они тебе какое-то... Что они тебе сказали? Что делать? Они сказали, ну у тебя, ну... Вроде как оно, что-то пригодно, стряпсел? Да, да. А они не сказали, что с тобой, хотя бы, ну... Приблизительно, что с тобой? Они сказали... То есть вообще не говорят о том, что можно сдать анализ на коронавирус? Либо гайморит, либо фарензит, вот так они сказали. Скорее всего, ну у тебя, что-то похожее. Гиттензилит, что-то такое, я знаю, да? Да, ну или гайморит, вот так вот. Я помню слово гайморит точно было. Вот. И что-то на F там. Фарензит, моронит. То есть по факту, они приехали, укололи тебе обезболивающие, и уехали. Да. Направление на сдачу анализа на коронавирус они тебе выдали? Нет. Нет. Я сам... Получается, 17-го числа тебе стало плохо. 21-го ты чуть не умер, тебя укололи обезболивающего, и не отправили на сдачу анализа. То есть не забрали тебя, я не понимаю. Я просил, чтобы меня забрали. Я говорю, заберите меня, я говорю, не могу уже здесь находиться. Я людей подвергаю опасности, я не один живу. Говорю, помимо меня еще там люди живут в других комнатах, я с ними, получается, нет-нет, контактирую там, туда-сюда. А тебе сказали? Мне говорят, ну, самоизоляция, там, лечитесь дома. Хорошо. И так все-таки, когда ты решил сдать анализ? Ты сам пошел сдать? Да-да-да, я в эту 67-ю свою поликлинику, кстати, которая звонила мне пару минут назад, вот, туда пошел, короче говоря, в таком состоянии полуобморочном, меня морозило, все дела, но мне уже... Без направления? Без направления пошел туда. Вот, я прихожу туда, я говорю, типа, вот так и так, у меня такая-такая-то ситуация, то есть у меня температура, у меня... Ну, все, всю ситуацию обрисовываю, то, что тебе... Сдача анализа, это чисто твоя инициатива? Да, да, моя. Понятно. Вот, они мне, короче говоря, дают талончик, в общем-то, я иду к дежурному врачу, ну, да, к дежурному врачу, она проверяет давление, температуру, все дела, в общем-то, пообщались, она мне дает направление на анализы, на то, чтобы я сдал анализ на КВ, я, в общем-то... А как сдают анализ на коронавирус? Там мозг берут с носа, из горла. Угу. У тебя взяли этот мозг, получается, это уже было 22-е, да? То есть, 21-го тебе укололи обезболивающее, ты перележал дома, и на следующий день сам решил ответственно пойти и сдать анализ. То есть, это уже 22-е, да? И 22-го тебе не легчало? Нет, 22-го мне уже стало полегче сейчас. Вот, вот, 22-го числа мне уже стало полегче. То есть, я вот начал пользоваться всей этой темой, ну, и после этого, ввиду, эта помощь мне полегчала немножко сейчас. Но опять-таки, когда они-то все сделали? Я не знаю, какой они укол поставили. Может, у меня глючило, может, нет, но мне показалось, что, типа, я услышал слово китароу. Или мне показалось-то, я не знаю, но я в таком состоянии коматозном был. На китароу, да, это обезбавивающе. Получается, 22-го числа ты сам набрался сил, дошел, до туда сдал анализы. Нет, И так, 21-го числа я пошел в этот же день, когда скоро уехал от меня, ближе к вечеру, я собрался силами и пошел туда, в больничку. Пошел и сдал анализы. Вот. Мне сказали, в течение двух дней, если вам не наберут, значит, у вас отрицательный результат. Ну, все, проходит два дня, получается, ну, меня никто не набирает, я думаю, все, потрясающе, у меня отрицательный результат, ну, и все это. Хорошо, получается, это с 17-го по 24-е. Ну, это достаточно долгий период, в принципе, а то и дня три, наверное, лежат, что не очень хорошо, а ты проезжаешь? Нет, я, получается, да, даже подольше. Даже подольше. Понятненько. А как ты узнал, что у тебя все-таки коронавирус? Ты сам им позвонил? Нет, они мне позвонили недавно, вот на днях прям, получается, сейчас еще второе, да, мая, они мне где-то после 25-го или после 26-го числа, я не помню точно когда, но где-то вот в эти дни они мне позвонили и сказали, что, типа, у вас положительный результат на КВ. Я такой, круто. А что я должен сказать? И что они тебе сказали делать? То есть, вот у тебя положительный результат. Вот они тебе сейчас звонили, что они сказали? Ну, а сейчас они мне каждый день звонят, получается, и спрашивают, все ли у меня хорошо, как температура, как давление, пятое, десятое, все. Вчера, кстати, приезжали мне, повторные анализы брали, только уже ко мне надо, приезжали прям вдвоем, там, в халатах, все как надо, и через сколько результат сказали будет? Ну, получается, они вчера мне говорили, когда приезжали врачи, вот эти вот, через два дня, скорее всего, но сегодня, вот мне сейчас поликлиника звонила, сейчас седьмая, сказали, что, скорее всего, дня через четыре, потому что сейчас пандемия опять разрослась, заражение подвержены очень многие люди в Москве, и с этим загружены, с такой медитиной, загружены в лаборатории. Ну, а вчера вот врачи хорошие, такие милые женщины, две взрослые такие, но они хотя бы как люди, хотя бы как люди общались со мной, не как это делать. Сейчас все хорошо, через четыре дня мы ждем от тебя результатов анализов, у тебя вообще хоть какая-то бумажка есть? Нет, ну, я вчера какую-то бумажку подписывал, о том, что, типа, я в курсе предупрежден, ну, я говорю, то, что я вчера бумагу подписывал, вечер, о том, что я предупрежден, что у меня коронавирус, ну, типа, я же предупрежден, реально. А у тебя нету этой бумаги? Нет, они мне не ставили эту бумагу, они забрали с собой. Понятно, и то есть, ты сейчас, ну, какую бумагу нам можно приложить, да, к тому, чтобы все понимали? Я вчера хотел их сфоткать, я хотел их сфоткать, но как-то я постеснялся, типа, вдруг они будут против, или еще что-то, ну, типа, две взрослые женщины, они мне что-то не попали. они не должны быть против, это же документы, касающиеся тебя и твоего здоровья. Поэтому все, что тебе нужно, любую информацию, надо было спрашивать, как лечиться, я, конечно, не... Они мне сказали сейчас, вам никак... Они мне сказали сейчас, не надо тебе ничем не учиться, я говорю, смысл... Главное соблюдать режим самоизоляции, и все. Понятно, значит, мы ждем результатов, когда придут результаты, ты обязательно сфотографируй, просто чтобы все зрители понимали, что это все не шутки, что действительно такой вирус существует, вот. Честно сказать, вот лично мое мнение, я не верю в это. Вот это лично мое мнение. Ты же переболела. Я переболел, да, но не факт, что это был КВ на самом деле. Мало ли, что они мне сказали. Они мне изначально же никаких документов не представили. Они мне просто по телефону позвонили, сказали, что у вас КВ положительный режим. Ну да. Да, так нет. Но ты их, в принципе, можешь запросить. А, позвони им и спроси у них, чтобы они тебе принесли бумажки какие-то. Ну да, это вот это. Я думаю, что сделать сейчас, если результат положительный придет, ой, отрицательный, не дай бог, положительный, отрицательный, если результат придет, то я пойду сам уже лично в больницу. Ну, то есть, у меня уже отрицательный результат, значит, я имею право там, туда-сюда находиться и так далее. Ну, я думаю, пойду, в общем-то, схожу и попрошу именно, чтобы они мне дали документы и больничные мы закрыли, чтобы я тебе сфотографировал, скинул больничные, скинулся, закрыты. Вот. Я вообще не рада, что тебе гораздо лучше уже. Но сейчас, да, сейчас. Через четыре дня мы ждем анализов, с тобой запишем еще, еще один ролик, ты расскажешь о своем здоровье, покажем все эти бумажки, которые тебе выдадут. Вот. Пока что не болей, не грусти там. Как там грустить? Или как не грустить? Ты же рэпер. Да, блин, не называй меня так. Говори, что я боец лучше. Тут боецом мы читающего йогу. Ну все, давай, пока. Пока. Высохли и так.